Привет, друзья! Мы снова вместе. И сегодня я бы хотел прояснить интересную тему. Как работать со своим подсознанием? Давайте обрисуем ситуацию так, что у нас есть сознательная часть. Это то, что мы сейчас воспринимаем, чувствуем, оцифровываем. То, как мы смотрим на этот мир, какие выводы делаем и так далее. Все, что мы можем осознавать в текущий момент времени в данной ситуации. Прямо сейчас вы смотрите видео и понимаете смысл, видите меня, чувствуете атмосферу вокруг, запахи, тепло, холод и тому подобное. В общем, это то, что вы осознаете. И область подсознания – это то, что не осознается. То, что мы не можем осознать прямо сейчас. Либо можем, но нужно нам будет настраиваться и переключаться на какие-то там ощущения, на свое дыхание. Закрывать глаза и входить в медитативное состояние. И получается у нас две области – сознательная и подсознательная. И есть методы работы. Я их поделил на две категории. Первая – это автоматический режим. И у меня на канале есть практики дыхания. Например, решение, экстренное решение, сложной какой-то ситуации, неприятной. И там установки звучат в таком режиме, что перед дыхательной техникой, перед энергодыханием вы настраиваете себя, настраиваете себя прям глобально, глубоко, глубинно. Настраиваете на то, чтобы ваша ситуация решилась самым наилучшим образом. Например, завтра состоится какой-то там серьезный разговор со своим начальником, какой-то важный. И ты хочешь, чтобы этот разговор прошел очень хорошо и получил какой-то положительный результат. Или завтра, например, какое-то серьезное решение суда, да, или какие-то еще события. Или сегодня, например, или через час, или через два. И ты не знаешь, как тебе нужно, чтобы это решилось. И можно здесь подключить свое подсознание и поставить установку так, чтобы твое подсознание – это наиболее глобальный ресурс, который мы располагаем. И при помощи этого ресурса можно решать разные ситуации. Если вы найдете это видео, вот оно здесь будет по подсказке, то вы, сделая практику, заметите и получите такой результат, что ситуация решилась самым наилучшим образом для вас. Понимаете? То есть мы можем не знать исход ситуации и лучше даже не знать, какой самый правильный в нашем случае будет исход или решение в этой ситуации. Но наш ум, он чаще всего пытается найти какое-то одно решение верное, чтобы ситуация была максимально выгодной или менее энергозатратной. И ты в поиске вот этого какого-то одного сакрального важного решения упускаешь еще более правильное, более реальное, нужное в твоем случае и в случае уже на тот момент решения. Ты можешь просто его упустить, уперевшись зашоренным взглядом только в какое-то, только вот так должно это решиться. Но мы не всегда знаем, и многие из вас это замечали, что вы чаще всего не знаете, как для вас лучше. Мы не знаем, что будет завтра. И здесь можно подключать свое подсознание, и мы можем настраивать наше подсознание таким образом, чтобы в момент ситуации было произведено самое лучшее действие от тебя, самое актуальное слово было сказано, но ты не задаешь параметр какого слова и какого действия. То есть ты полностью доверяешь решению своему подсознанию, но нужно очень глубоко доверие к себе, конечно же, и к миру. Потому что люди, которые не доверяют этому миру, не доверяют себе, конечно же, они постоянно ломают дрова, получают по башке и очень-очень страдают от этого. Просто в корне не доверять себе, да, это может быть даже в какой-то глубине психики какая-то травма у человека находится. И из-за этого ты не доверяешь себе, автоматом ты не доверяешь людям, не доверяешь миру, не доверяешь ситуации. И, соответственно, ты пытаешься найти какое-то свое решение, не актуально на тот момент, и всегда разочаровываешься. То есть ты утверждаешься в этом недоверии к миру. А здесь я рекомендую довериться миру, довериться своему подсознанию и настроиться на то, что в этой ситуации все решится самым наилучшим образом для меня. Но старайтесь избегать всяких разных мыслей о том, как это решится. Вот это важный момент, это прям полное доверие. Это вот первый режим. Очень хорошо делать техники дыхания, потому что они как раз-таки открывают двери в подсознание. И здесь у нас, когда открывается вот это окошко, мы, конечно же, сообщаем нашу установку, чтобы ситуация решилась самым наилучшим образом. И твое подсознание во время практики дыхания наиболее раскрыто, открыто и воспринимает вот эту команду, вот этот язык прямо. И у тебя получается очень хороший контакт со своим подсознанием. То есть первый режим – это автоматический режим, когда я не знаю, как ситуация решится, но она решится самым наилучшим образом для меня, и она решается невообразимо магическим образом. Я этим пользуюсь, и это очень хорошо работает. И многие, кто подышали данную практику у меня на канале, они очень многое что написали положительно в комментариях, что действительно ситуация разрешилась удивительным образом, и это какая-то магия. То есть это прям очень даже интересно. И второй режим, конечно же, осознанное управление событием. Это нужно также активировать при помощи техники энергодыхания. Практически любая практика на канале активирует наше подсознание. Любая. Даже просто если вы поделаете каких-то задержек дыхания, поделаете пранаям из йоги, уже в этом случае вы включите и активируете свое подсознание. Но для того, чтобы уже целенаправленно влиять через свое подсознание на события, очень нужно хорошо обладать интуицией. Нужно очень четко, интуитивно чувствовать мир людей, чтобы точно попасть в решение. Это наиболее сложная тема, потому что не у всех людей работает хорошо интуиция. То есть ее нужно развивать. И вот благодаря интуитивному восприятию, интуитивному видению ситуации, людей, событий, ты можешь как снайпер прицелиться, и вот мне нужно, чтобы моя ситуация решилась именно так. Так, открываешь подсознание, заходишь в практику дыхания, держишь фокус внимания на вот этом конкретном решении, исходе событий в этой ситуации, закачиваешь при помощи дыхания энергию на вот это решение, на вот эту цель, и у тебя она решается. Но опять же, вам нужно очень хорошо чувствовать интуитивно окружающий мир, окружающих людей и события. Потому что если интуиция не работает, на логику вы можете просто потратить очень много сил, и логические решения не всегда работают. Потому что логика – это линейный ум, мы хотим так, как мы хотим, а других вариантов в мире можем не учитывать и не видеть. А иногда нужно отпускать, доверять этому миру, доверять людям, доверять ситуациям, но внутри держать настройку на лучший гармоничный исход какой-то ситуации или какого-то решения. Поэтому, чтобы работать целенаправленно, вот мы, например, делаем технику дыхания, заходим в сеанс, дышим, минут 15 мы активно дышим, потом мы меняем тип дыхания и дышим очень медленно или плавно носом. Те, кто не знает, о чем я говорю, продышите любую практику у меня на канале, вы поймете. И входим в определенное состояние. И вот именно в этом состоянии можно держать фокус внимания на каком-то намерении. Хочу, чтобы моя ситуация решилась именно так и никак иначе. И уже твое подсознание начинает накачивать. И из твоего подсознания начинает высвобождаться огромное количество энергии, жизненной силы. И вот эта энергия начинает концентрироваться на намерении, которое вы удерживаете во время практики дыхания. Это важный момент. И при фокусировке на решении большое количество энергии начинает влиять на этот мир, на этих людей, на события и на себя самого, на свои внутренние реакции относительно проблемы и задачи, которые вы поставили. Но опять же, нужна очень хорошая точность вашей интуиции. То есть интуицию лучше всегда тренировать при помощи медитации, она тренируется. И это знаете, что такое интуиция? Это когда я не знаю, что будет, конкретно как будет в этой ситуации. Но я точно знаю, что будет правильно, и это произойдет вот таким неожиданно хорошим образом, событием, и все вырулится в правильном направлении. Это прям такая железобетонная уверенность, что будет именно так, и это будет правильно. Но детали я не знаю, как это будет. То есть вот примерно я могу объяснить, как у меня это работает, потому что даже выпуская какой-то определенный видеоролик, я даже не знаю, как пойдет, и у меня идет экспромтом. Есть небольшая структура даже на теме, как делать видео. У меня всего лишь три строчки, и из этих трех строчек я раскладываю вот этот вот видеоматериал для вас. Детали потом. Но я всегда слушаю свою интуицию, и за счет нее, конечно же, у тебя получается очень быстро достигать результатов в обход логических просчетов. Хотя я не хочу отрицать людей, которые прекрасно владеют логикой, считают, рассчитывают и получают результат. Ну, например, это не про меня. Но я полагаюсь на свою интуицию. И как раз-таки именно интуиция – это частично задействованная подсознательная сила, потому что интуиция – это не относится к области разума и сознательных каких-то действий. Ты можешь интуитивно не осознавать, что ты делаешь, и прийти к правильной цели или к правильному результату, или решить какую-то задачу. Но конкретно ты не знаешь, как ты это сделал. То есть вот это интуиция. Если мы берем логику, то, соответственно, логически ты просчитываешь. Это будет вот так, вот так, вот так и вот так. И, соответственно, мы за счет вот этого получим результат. Логическим путем тебе ясно, понятно, видно. Интуиция не видит конкретных шагов и сразу же бьет напрямую. Просто знаю и все. И это стреляет, это происходит. Так вот, о чем мы говорили с начала ролика. Уехал немножко в интуицию. Работа с подсознанием. Первое. Автоматический режим. Я не знаю как, но получится очень круто. И второе. Это то, как я задействую ресурс подсознания. Я подключаю эту силу и конкретно направляю эту силу на конкретное решение в этой ситуации. И она решается. То у вас все равно должно быть очень твердая уверенность и ясное видение, что это решение сработает. Потому что вы направляете очень мощный ресурс на одну какую-то задачу или на одну цель. Если вы ошибетесь, то могут быть последствия. У меня все. Я надеюсь, вам понятно. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк. Жмите колокол. И до следующих видео. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...